Здравствуйте! Вот некоторое время тому назад мир, как говорится, облетела новость. Значит, новость выглядела так. Я сначала в интернете прочитал, а потом она и в газетах появилась. Причем в таких газетах, от которых я таких новостей не ожидал. А новость звучала так. Федеральное бюро расследований, это американская такая серьезная контора, обнародовала документ ранее секретный, а документ старый какой-то, с самого начала, стыка, 40-х и 50-х годов. Рапорт чей-то. И вот со ссылкой на этот рапорт утверждают, вот он, этот рапорт, ФБР подтвердила, так сказать, факт существования инопланетян, о том, что около местечка, я попробую сейчас выиграть ее название, Розуэлл как-то так вот, разбил, разбил с нескольких летательных аппаратов, в каждом дисковой форме, в каждом из которых были, значит, по три инопланетянина, такого маленького ростика, размер этих дисков, 20 футов, по-моему, там так было сказано, а в скобочку, 15 метров. Вот, это перевели футы в метры. Вот такие вот слова ужасные нам рассказали. Вот, и что хочешь, то и делай. Да, и тут же еще, конечно, фотографиями засыпали этих инопланетян, как их вскрывают, и все такое прочее. Ну, ужас, я как-то вот содрогнулся внутренне, потому что мне было очень удобно жить в такой вселенной, в которой только на Земле есть жизнь, а тем более разумная жизнь. Вот, я первым делом утром позвонил очень нашему известному специалисту по инопланетным всяким вещам, по галактикам, Ефремов его фамилия, разбудил его, надо сказать, вот так вот рано позвонил, что мы вот читали, подтверждается же, говорю, да не может быть, он говорит. Ну, говорю, вот, смотрите. И добрался я до сайта ФБР и нашел вот сам оригинальный документ. Не фотографика в газетке такой непонятную, а вот последний сам документ. Ну, там его несложно прочитать. Язык такой сухой и корявый, очень корявый язык, гораздо корявее, чем пишут в англоязычных книжках, и совсем какой-то корявый, гораздо хуже, чем в газетах еще пишут. Но смысл там такой, что рассказывается о таких вещах, что вот около этого, значит, городка, нашли объект, объект, ну, только не диск, а, значит, шестиугольной формы, подвешенный на кабеле под баллоном. Белом, баллон, под воздушным шаром. И, в общем-то говоря, вот непонятно, откуда он прилетел. Этот баллон забрали военные на свою авиабазу и больше никому не показывают. И вот эта вот, вся эта информация была, так сказать, прикрыта. Откуда взялся этот баллон? Чей баллон? И что это за баллон такой? Баллон, это летательный аппарат, аэростат. Понимаете, да? Что это? Метеорологический зон чей-то? Или чья-то шпионская аппаратура? Чья? Советская. Может быть, с войны еще японская летала. Может быть, китайская. Или кто там, кто там запускал этот аэростат, никто не знает. Ну, вот и вся история, собственно говоря. На самом деле, как оказалось, в этом документе, на который все ссылались, как на документ, где были инопланетяне, прям подтвердилось существование инопланетян, всего лишь на все подтвержден был факт, что вот там, тогда, в ту пору, нашли неизвестно откуда прилетевший воздушный шар, сподвешенный под него этим самым блоком каким-то, да? А содержимым блоком ничего тут не пишется. Кстати говоря, недавно еще одна новость появилась в интернете, я уж тоже считать не стал, тоже вот с такой вот замазанной черной краской в нужных местах рассекреченной, значит, рассекреченным рапортом, и там говорят, инопланетяне причастны к убийству Джона Кеннеди. Ну, я не стал считать. Это какие-то новые открытия в области, которые перечеркивают работу там комиссии Орена, да, который выяснил, что не все были довольны этой комиссии, который выяснил, что убийца-одиночка его убил, что там был заговор, может быть, а то хуже, инопланетяне убили его. Вот так вот. Ну, ладно. Всех благ вам, желаю удачи, до свидания.